прошлом видео мы покрасили эти детали сегодня этим же краскопультом будем пробовать раскидать базу база здесь рапсодия то есть тоже не такой простой цвет и то есть если мы на серебре делали переход там даже если будет какой-то косяк ты его особо не увидишь да на темных цветах косяки все видно то есть именно на темных цветах нужно учиться полировать полировать что мы будем делать да на серебре вы даже если плохо отполируете у вас там не голограмм ничего не будет видно то есть специально покрасили темным цветом базу мы раскидаем этим пистолетом а лак уже другим то есть самый такой секрет когда вы 80 процентов избежите косяков на переходе это когда вы лак будете делать на переходах пистолетом который вообще не видел базу да то есть если вы базовый пистолет хорошо промоете будете наносить им лак на переходе не факт что где-то на стенке вас крупинка не осталось которую вылетит и вы потом не перекроете то есть здесь будет косяк поэтому всегда переходы по лаку делайте лаковым пистолетом не универсальным а тем которым вы вообще ни разу не красили не базы не грунт и ну максимум что вы могли нанести это разливной переходной растворитель не более того многие еще спрашивают переходной растворитель можно добавить в лак нет ребят ни в коем случае этого не делайте возможно будет подкипание и кратера у него очень быстрое испарение ну кто не верит можете попробовать потому что обычно пишут я вот делаю у меня все хорошо до r12 разбавляем дурагу просто пишут люди которые не видят разницы да они не видели разницы и для них вроде вот я показывал серебро до r12 46 она все вроде бы даже с и без яблок но чуть ближе посмотри у тебя зерна будут просто как с лопатой насыпали здесь зернышко к зернышку ребята совсем без опыта вон ему ребята друзья пишут это не ты красил что ты врешь хотя у него на видео видно что это он красит да интересно не красил вообще ни разу но я особо даже не поправлял ни одному здесь я даже технику не поправлял из ребят сами все и обходят и поворачивают то есть понимают что делать тут даже поправлять нечего это интересно все тысячкой готовим и смотрите ну там где-то будет пятисотка где-то тысячки тысячкам здесь сейчас мы пройдем всю деталь но так как риска у нас мелкая даже перед базой мы будем использовать переходной растворитель слышишь музыку во мне я дарю ее тебе это мой знак призыв отчаянный мой смелей шаг за шагом следуй за мной я мелодия я огонь в твоей крови я пламя и лед я космос и пустота я это нежность я мелодия ты же знаешь меня я неуловима знаешь меня я непокорима переходной растворитель магия мэрлина на сайте также есть он и в аэрозоле и в этом распыляется очень четко нежный такой факел у него и для чего мы его будем наносить перед базой риска у нас мелкая и даже для базы она очень мелкая мы будем на пыль накрасить до потому что там косяков нету мы просто раскидаем базу здесь вот есть небольшой мы его закрасим а если на такую риску не использовать переходной у вас просто потом отшелушится краска и на переходах вот многие ошибаются делают после того уже как нанесли лак нет ребят после можно не наносить но до лака обязательно переходной растворитель подъедает как бы вашу краску да вы это не видите но она становится мягче и когда вы наносите уже перепыльный слой лака он хорошо прилипает на мелкую риску на химическом уровне не на физическом цепляясь за саму риску а на химическом уровне то есть материал между собой соединяется сюда не заходи наносим переходной растворитель все-все далеко не уходи еще вы тут край пройди нет нет ты выворачиваешь уже пистолет да все наносим магию мэрилина а это слушай ты так мало сделал сейчас прям вообще вот так вот подкрашу давай вообще отодвинься отсюда в сторону брызни посмотри на факел вот лучше не так делать у тебя так факел вот в краем факел и как видите ровненько все красивенько база нанесена На пыл легкий Чтобы не блестело Она мокрая, но не блестит Сейчас чуть-чуть пусть выветрится Чтобы у вас точно сюда не долетело Надо вставать так Чтобы вам неудобно было сюда вывернуться Первое время То есть вот так вот встал Ты уже сюда не зайдешь Все, и вот так вот подкрасим Далеко не закрашивай Да ты намочил То есть если намочил Ну она не, она у тебя ровная Но все равно, вот Дай-ка Носик вот Тоже так же наклоняем Все, вот это размой Далеко не иди Не крась деталь Что ты делаешь Вот твоя задача И здесь закрасить Вот и беда новичков Вот и беда новичков Именно в том Вот фары когда лачат Она же мутная Начал такой, она раз в блеск появился А ну еще, чтобы блестело лучше Базу кладут К базу кладут Увидели, что начало красить Давай валить до красоты Дозаёт Мёд и дозаяд То есть Жирный слой Это подрывы Мы только покрасили деталь Она еще не высохла Так, вчера мы слезу небес использовали Сегодня 40-20 возьмем Лучок То есть Подача на всю Кому аж отсюда Начинать Наносим лак Давай ты тоже Напыли пока Сейчас, чтобы туда-сюда Не выносить пистолет Нет Ты уже загнал туда Давай, давай, давай Всё, вверх Всё Всё, эти пылинки уберешь То есть Всегда вот С меньшим углом атаки Всё, в сторонку просто отодвигай Здесь Здесь Слушай Ну Здесь Давай еще чуть-чуть. Вчера мы покрасили детальки переходом пистолетом варис и сегодня убираем. Ну в принципе-то как убрать переход это все уже было в прошлом видео. То есть убираем сначала пылиночки, сам переход выводим его на нет. Сейчас полторашкой убираем пылинки, а сам переход в принципе-то потом трехтысячным трезаком проходим и все это дело полируем. Приготовились к просмотру, заказали пиццу. Начинается сеанс. Там пакет еще надо будет забрать. Кто не работает, тот ест. Все правильно, сейчас будем. У нас в школе всегда весело. Поработали в вечерний сеанс. Массаж здесь. Мне нужно поговорить с тобой. Мертвецы являются ко мне только за одним. За месть. Так, ну что. То есть обеспылили. Смотрим, чтобы не были пыли. Помытый диск. Наносим немножко полироли. То есть вы уже полировали. Ну, повторим. То есть прижали на 600 оборотов. Диск прогрузили. Не перегреваем. На одном месте долго не держим. Многие не могут привыкнуть к машинке. Она у них прыгает, ездит. То есть часто в видео вы может быть видите. То есть полный контакт круга должен быть. Да? С деталей. Именно в таком положении он очень сильно прыгает. Контакт должен быть полный. Но давление как бы вы немножко угол атаки переносите. На бок. Чтобы он у вас как бы один боком терлось. Вот он полностью прикасается. Да? Но немножко на бок. Если мы немножко на бок давление будем смещать. Машинка у нас ездит сама. Ее тянет. Да? Вам просто нужно придерживать. То есть поймите в какую сторону она тянет. Сделайте такой угол атаки. Чтобы вам было удобно. Чтобы она не толкалась на вас. Да? Чтобы вперед уходила. Все. И потихонечку. Края очень аккуратно. Не заскакиваем вот так вот на край. Да? Если нам нужно вот тут прополировать. Ну тут аккуратно прошли. И съезжаем. Он только съезжать должен. Все. И потихонечку разнесли и полируем. Как только располировали. Увеличиваем до полутора тысяч. И вот такими движениями аккуратненько. Вот она у меня немножко на бок. На пробку. Немножко как бы на бок ее подзаваливаем. Вот на этот бок. Вот поймай. Пойми где она ездит. Куда тянет. Здесь вот у края может вот так вот пройти. Ну чтоб она не заезжала. Все. Обратной стороной ладони трогайте. Чтоб она у вас рука терпела. Если уже будет больше пятидесяти градусов. То есть руке уже будет очень горячо. Немножко давление делаешь на машинку. Вот смотрите. Вот так вот стоишь. Оно так неудобно терять. Вот встань вот так вот. Вот. Крылу. Все. Вот так вот немножко наклони. И вот так вот. Сильно медленно метрить. Попробуй так встань. Вот. И приподнимите чуть-чуть правильно. Удобнее так? Да. То есть ищите положение, в котором вы можете свободно контролировать машинку. Все. Здесь уже достаточно. Так вот. Да. Может здесь. Там можно даже полирольки наверное добавить. Вот даже. Давай чуть-чуть добавим полирольки. Здесь вот тоже. Сюда сначала съезжай на ребро. На 600 поставь, размашь. Вон видишь, он даже на такую толщину не закипел, не треснул. Машина справится. Машина справится. Ой-ой-ой. Ну, надо ее удобнее брать. Видишь, он в локте руку сгибает. Смотри. Ты вот так вот делаешь. Видишь. Встань вот так вот. Вот. Чтоб она у тебя впереди была машинка. На. То есть ищите удобное положение, чтобы вам комфортно было с ней работать. Стоять. Где-то если вам неудобно, где-то надавил и пробил блин. Угу. Все. Берешь финишную полирольку и так же. На. Пробуй. То есть этой полиролью мы уже мягким кругом убираем гологранки. Здесь мы уже используем другую фибру. Все. Там ее много не надо тереть. Мы ее не полируем. Мы просто убираем гологранки. Как бы полировать эксцентриковый. Такая себе история. А гологранки убирает оно здорово. Если у вас выбор эксцентриковый купить или роторную машинку, лучше роторную брать. То есть, а если есть возможность, то две лучше. Но между роторной и этой, если выбирать, то роторную. Да. Потому что этой ты до пенсии будешь полировать. Все. Теперь вот такими втирающими движениями. Как видите, ребята, совершенно ничего сложного. То есть, даже на темных цветах. Единственное, есть везде свои небольшие нюансы. Именно это мы и изучаем в школе. Пистолет Varys понравился. То есть, базу видите, тоже раскидал четенько. На переходе это серебро. Не самый легкий цвет. То есть, на серебре тоже повел себя хорошо. Какое серебро мы им не красили. То есть, на самой покраске тоже он себя хорошо повел. Здорово разложил. Переход он тоже сделал здорово. Так что, если кто-то думает о приобретении краскопульта, на этот краскопульт засмотрелся по дизайну или по каким-то другим причинам, вполне можно брать неплохой пистолет. А я напоминаю, у нас еще проходит розыгрыш бесплатного обучения в школе ОНБ. Три места. Первое – это бесплатное обучение. Второе – 50% скидка. И третье место – 30% скидка. И вот такой утешительный приз. Машинка от Varys, электрическая. Как поучаствовать? Приобретаете на сайте. Ссылочка есть в описании под видео. Самоучитель. Приобретаете сразу два тома книги. Сейчас там скидка бешеная. То есть два тома вам обойдется. Сколько там? Одиннадцать, по-моему, тысяч. Ну, сами посмотрите. И вы сразу становитесь автоматом, участником розыгрыша. 10 марта мы, среди тех, кто сразу два тома взял, среди тех мы разыграем рандомно именно эти призы. Так что не пропустите момент, ребята. Это ваш шанс. Не позволяйте другим исполнять ваши мечты, реализовывать. Вы мечтаете, а кто-то другой это делает вместо вас. Так что как-то так. На сегодня все. Здорово всем. Крепкого, настроения бодрого, добра, бабла, хлеба и мирного неба. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok